Ну хорошо, давайте по порядку. Я как раз спортсмен той эпохи, когда был очень большой провал. Начиная с 90-х годов, спорту вообще не уделялось никакое внимание, но не только спорту, а вообще вся страна была в жесточайшем кризисе. Я просто очень счастлива, что в данный момент власть уделила колоссальное внимание и такое гигантское мероприятие, как Олимпиада провели. Это очень большой толчок для массового спорта. Только массовый спорт порождает единицу олимпийского чемпиона. Без массового спорта невозможно вырастить никаких чемпионов. Второе. Родители никогда не перестанут водить своих детей на спортивные занятия, мероприятия для их общего развития и, конечно, для того, чтобы сделать из них чемпионов. Это тоже большой плюс. Конечно, пропаганда в этом вопросе необходима. Конечно, необходимо, чтобы поддерживало руководство, государство, социум, вот это все, что надо заниматься спортом, здоровый образ жизни. Словно, это пропаганда. Я надеюсь, что пропаганда не пропадет. Вложенные деньги, которые будут ли дальше вкладываться, надеюсь, что тоже все-таки что-то останется. И задел хороший сделан. Я думаю, что на пятилетку хватит. Но вся надежда, на самом деле, на родителей, на сознательных родителей, которые будут водить своих деток на спортивные секции. Все-таки сейчас построены площадки, построены катки. Достаточно много есть мест, куда можно привезти своего ребенка. Не так, как в наши советские времена, когда было-то только фигурное катание, и то на трех площадках в Москве. Я же не говорю про регионы. Так что мне кажется, что есть будущее у спорта. И я думаю, что каждый здоровый и здравомыслящий человек понимает, что без спорта, без здорового тела, без здорового образа жизни не прожить. И мне кажется, что в первую очередь сознательность граждан повлияет сильнее всего в этом вопросе. Ну а государство, надеюсь, поддержит это все.